я почему-то на этом акценте уже понимаете есть еще одна вещь которая душ если это человек не знает откуда и знать то она же написала не хочу знать вот и мои ответы я же потом посвятил немножко я конечно не так я знаю как пишу про этих выпуске как я словами рассказываю так садитесь за парт возьмите ручки сейчас я вам объясню так вот представим себе что это парта то что я сейчас буду говорить и так свободное перекрестное поление от дерева с академика у которого плоды вот такие косточку выращивать можно раза меньше а сотню примеров сотню причем почти все они плюс то есть наоборот эти самые жердели ой жердели маньчжурцы стали в полтора два раза крупнее вкуснее слаще и так далее вот то есть никакого обмана шарлатанцев все идет открытым текстом мне говорят хочу это 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 я говорю берите количество никакого обмана 10 довели до полношения найдете 1 2 3 5 сладких остальные компот соки варенье еще вкуснее буду чем сладки это разве обман шарлатанцев а бывают случаи когда я не мечтаю даже а чернобаева я пример приводил сердце посадил они у него такие же суба еще что на сердце вот видите как я но главное я еще саму вам не сказал вот конечно она не права что из этих косточек не сорта ворот а дички так вот дело в другом совсем дело в том что вот этот самый смешанный сад именно смешанный сад он защищает сам себя очень дело то если мы отдельно посадим крупноплодные через какое поколение саде гадировать это неизбежно вы знаете у людей бывало так деградировали вот село где-то там на совершеннейшем отшиве все связи через поколение все стали родственниками ну хотя не сестры с братьями женились и не двоюродные даже а может быть и не трейберда и все это поколение деградации это известно науке понимаете в чем еще вообще сейчас скажу на севере белые люди то есть мы тоже русские переселялись на север море дичи моря рыбы потом выпадали все зубы потом болели потом умирали только потому что не было этих самых плодов то есть цингу все знают что такое цинга а вы для чего нужны а какие самые дамы которые я сейчас говорю для того чтобы люди цингой болели чтобы живя в ростовской области понимаете живя в ростовской области не иметь плодов как так и это еще не все вот эти вот то что против и вы бы если бы я был высадок из одних королевских и академиков вы конечно да все равно подошли причину это чуть не сказал что сделать а другое дело что эти самые простенькие сорта назовем их плебеями и сорта так сказать благородного происхождения вот эти крупноплодные 50 60 8 100 120 грамм да они вроде бы воспитывались эти бы деградировали а те бы действительно давали бы дикарей вот как здесь написано а в смешанном саду ну лотерейный билет один билет пустой другой пустой а в третий миллион рублей лотерейный билет так бывает а здесь так много лотерейных билетов вот вы посмотрели вы думаете зря что ли у с этого нас это уникального человека сути фотографии с абрикосами для что ли вы понимаете ну меня вы пишете хотите что я пожал вас кого-то я теперь вы нужно так в это было в открытом этом вы меня оскорбили я мальчик я шел на то раз мой брат заодно мой сын заодно так наша команда шире я буду находить и находить такие примеры и в каждый раз буду говорить вы написали чтобы я уважала вашу команду то есть не вожать я заставлю вас уважать нашу команду вот и немножко еще вред огромный почему у меня ну там сайт там этот миллион миллион сто тысяч подписчиков да больше вот а в этом пишите люди верят выкладывают по тысячу рублей и ведь человек подумать правду что а вот железово там особая сорта он и это завернул цену тысячи рублей а 10 штук уже 10 тысяч вот он скотина негодяев на людях отыгрывается сколько людей вы отучили которые никогда теперь уже продолжение тоже не не знают здесь просмотров мало ведь получается что они никогда уже не узнают что на самом деле это просто два последних примера подвернулась понимаете вот это вот только сейчас прислал колесей колесей вот никогда не узнает вы понимаете от вас бред потому что за тысячи у меня было 50 или 40 костик посмотрите кому высылаем мало того какая тысяча я десятки тысяч костичек бесплатно распространил вот вы бы так написали вы зря 10 10 20 30 тысяч костик просили зря людям зря подарили у них ничего не будет вырастут детские они вырубят сады вот так бы вы написали тут было бы как вас подставили ваши эти высылались на шикарное образование вас подставили ваши учителя вы знаете что такое современные эти программы в этих разных не только здесь не только биологии в этих самых институтах и десятки лет одно и то же долгать людям уже давно уже технологии ушла черты куда я не удивлюсь если где-то до сих пор еще эта земля плоская на четырех слонах где-то еще может остались эти следы этих программ так марина абрикос а ну заканчивается разговор смешанный сад это необязательно шикарные но это то самое здоровье чтобы конце концов на самом юге в ростовской области все таки вырастили понимаете чтобы там вырастили чтобы оттуда заказы шли а выше убеждаете людей со всей россии когда доходит до советовать а кроме этого фунгицита и ничего не знаете я потом покажу что у каждого дерева есть так называемая история развития и запятая история болезни ничего не это не имея понятия давать совет ой вас бы врачом было бы хорошо что вы прошли в биологии абрикос касанский в два-три года второй не плодоносил омск погода как в абакане думаю теплица спасла до уважаемый абаканец тот у которого роскошные абрикосы фотографии показал потом потерял фотографии потерял связь с вами вот по бокам еще это вас там петр великий вот такими кажется ну или просто у вас есть королевский вот с такими плодами пожалуйста не теряйте со мной связь давайте следующий давайте каждый год у тех кто нас учит есть одна плохая черта не буду намекать на эти телевизионный канал они все под копирку берется в середине лета садится с армии с листьями но видно что ну пусть не середину июнь видно что июнь садится с голыми корнями потому что отворачиваться чтобы они видели что ком рассыпался вот не обрезок ничего посадили в ямку уже ясно что через месяц-два его просто быть выдернуть и выбросит а надо чтобы из года в год я обращаюсь ко всем там кого кому она назвала ваша команда это не я сказал ну был еще сектор помните тоже на это даже не оскорбительно правильно сектор назвал поэтому сектор займем страну все все сады тогда будет команда и так это очень важный вопрос хасанский абрикос наверное чек спутал нет такого не абрикоса хасанский ты персик абрикоса у меня формально называется мажорский или сыновья мажорца там уже поплыли там уже гибриды два-три года 2 неплодоносил погода как в абакане правильно 2 абрикосы так можно ли скотчика абрикоса выросить дерево все знакомые спрашивают я чек отправил на этот вебинар и так вышло что вначале уже вот это было ферсона да и потом бак приходит такой опиальчику пишу извините отвечу на вебинар ответил я или нет я могу привести сотни фотографий хитрости которым при этом присутствует и будут присутствует потому что только я сказал что там уже вырастет в эти самые нет не везде без хитрости на всей территории россии вырастить невозможно чем дальше от гольфстрима тем легче вырывать все интересно да тем легче и так до самого далёсов но северо-запад и то есть наша кондова россия ну там опять называет псковская ленинградская вот это самое калининградская вот потом берем севернее вот власть мешает а все хитрости что делать мы проходили а как человеку сказать вот понимаете где она делать сейчас вот это вот это вот это все знакомы спрашивают но наверное я бы выросил где-то привел на абрикосы допустим на сливу на терна сливу надо это самое на допустим алычу вот еще есть несколько более дальних более далеких родственников вот это уже к вам ближе знаете как привел на сливу она держит лаву ну хорошо методильный гибрид вопрос спорный до сих пор но ментор то есть влияние качества сливы на то что на нем привито чуть позже заплодоносит глядишь уже пережила какой-то заморозок правильно вот дальше даст придаст какой-нибудь чуть-чуть морозостойкость вот почему надо чтобы слива была местная то есть вот так если мы говорим про ленинградскую область значит абрикос она не просто привить она местную сливу но тогда возник вопрос биологической совместимости тогда вы скажете рекордсинович давайте вашу я репу подшу и скажу мне есть для вас слива я это самое доставал в европе то есть ваши края ну и так далее а просто сказать можно ли вырастить из косточек растет в год два-три откуда ваши знакомые знают что нельзя даже вот настолько заглублять на два сантиметра нельзя в сырых местах сгнивает почти сразу даже косточки могут сгнить даже без ваших полива могут просто дожди-дожди и гана гнилая только раскрылась и сделала вот то есть главный враг косты абрикосов это сырой климат вот у меня по суше вот сегодня сейчас плодоносят и в этом году дали предельно урожая сотни тысячи деревьев по всей округе про всех акача красавского края вот мои мои я когда говорю что я 30000 выросла сажиться сколько тысячи плодоносят они почти не убиваем а вот как ответить вот так на вопрос до передать от железа можно посадят 100 косточек так нет не 100 их много по тысячу еще несколько лет 1000 мертва значит нужно знать то-то-то-то-то а вот это то вот они стоят на стрелять их выгодно попробуй мне ответить сначала за один час повторится на стрим бинара вот видите как я отвечаю и никогда не даю 100 процента гарантии это вы будете давать посмотрите вот это вот абрикос да он получился вот отсюда абрикос хасанский 23 года вот пожалуйста вот эти плоды и что получается теперь это же вопрос то есть получается как абрикос ну наверное не хасанский шутки наверно манджурске молодимая лекция по интернету можно завтра холи не так прошу прощения телефон не отключаю у меня сильно много проблем чтобы отключить и не думать о них и так получается два-три года дал вот это вот и вопрос озвучит а ази что получится и вот что получается у него было два абрикос один заплодносил второе нет он получился что если соседей нету соседей если он получился сама плод примеру сама плоды так можно от него ждать чего-то тут получается вступает действие уже то что я называю память предков любой из них может выстрелить если у него в роду вот а наверное а ваш 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 то есть мой мой тогда проще есть отвечаю официально вот есть шанс что примерно 25 процентов в их каждый счет и будут плоды даже вкуснее вот этого не только что еще дичи все-таки в этом мы жесткие сомнита ну чайки псалхазанск поняли вот такое соотношение у него покуски посадят вырастет и у нее несколько будет лучше этих и полтора два раза и и и и